Всем привет! Это Bezos W09. Беспроводные наушники, которые внешне похожи на Apple AirPods. Как и наушники от яблочной компании, они сделаны по типу вкладышей с сенсорным управлением и временем автономной работы до 5 часов, а также вполне неплохим звучанием, учитывая стоимость. Поставляются наушники в красивой брендовой цветной картонной коробке. В комплекте наушники вместе с зарядным кейсом, кабель питания USB-C и руководство пользователя. Наушники доступны к заказу сразу в нескольких цветовых вариантах – белом, красном, черном и мятном цвете. Кейс выполнен из глянцевого АБС-пластика, он достаточно маркий и также быстро собирает мелкие царапины, как и Apple AirPods. На лицевой стороне находится двухцветный индикатор заряда кейса, а с обратной стороны присутствует небольшая кнопка для проверки заряда кейса, а также сброса текущего подключения при сопряжении с новым устройством. Снизу находится разъем питания USB-C, а также перечень основных технических характеристик. К слову, емкость встроенного аккумулятора составляет 450 мАч, благодаря которому наушники можно дополнительно подзарядить 4-5 раз. Сам по себе кейс сделан достаточно качественно, но тем не менее в руках чувствуешь именно как бюджетное устройство. Как пример служит крышка кейса, она легкая и достаточно хлипкая, хотя повторюсь, сделано все качественно, учитывая стоимость устройства. Сами наушники сделаны по типу вкладышей и внешне похожие на уши от всем известной яблочной компании. Отличительной чертой является собственно размер вкладыша, он заметно больше, но тем не менее наушники вполне комфортно и надежно сидят в ушах. Вкладыши лишены каких-либо смарт-сенсоров или прочих функций. Звуковые отводы аккуратно прикрыты металлической сеткой, а на торце ножки находятся контакты для подзарядки устроенного аккумулятора. На самой ножке также находится отверстие со светодиодным индикатором, который каждые 5 секунд поочередно загорается белым цветом. С обратной стороны отверстие под микрофон, вон собственно пример его работы. Управление в наушниках реализовано посредством сенсорной панели. Двукратное касание по правому наушнику – play, пауза, принять или сбросить вызов. Двукратное касание по левому наушнику – вызов голосового ассистента. Удержание по правому и левому наушнику – следующий предыдущий трек. Продолжительное удержание по любому из наушников включают или выключают устройство. Подключение к смартфону достаточно быстрое. Достаточно вытащить наушники из кейса и один раз провести сопряжение. Наушники могут работать как в паре, так и по отдельности, например в то время как второй находится в кейсе. Что касается всплывающего поп-ап окна на смартфонах Apple, то здесь эта функция отсутствует. Сопряжение и подключение осуществляется по такому же принципу, как и другие беспроводные наушники. Связь стабильная на расстоянии до 7 метров, но если все же прикрыть наушники руками, то наблюдаются кратковременные обрывы связи. На улице в шапке подобных проблем не наблюдается, при просмотре роликов на ютубе запаздывания речи отсутствует. Что касается автономности, признаюсь честно, она меня приятно удивила. 5 часов и 20 минут на громкости 70%. Кейс может дополнительно подзарядить наушники еще 4 раза. В итоге получится приличное время работы. К слову о громкости, запас по громкости меня устраивает. Теперь перейдем к главному. Звук. К моему удивлению, звучат уши достаточно неплохо, учитывая их стоимость. Бас, конечно же, не такой объемный и глубокий, как хотелось бы. Середина имеется. Высокие частоты не задраны к потолку. Каким бы звук неплохим бы не был, все же стоит признать, что он не такой яркий и красочный, как у тех же копий на Apple AirPods второго поколения. Музыкальная сцена достаточно узкая, и такие наушники, скорее всего, придутся по нраву непритязательным к звуку пользователям. Например, для прослушивания аудиокниг и подкастов. Любая из последних копий на яблочные уши звучит на порядок лучше. Это лично мое мнение. Что касается беспроводных ушей Bezos W09, то здесь мы наблюдаем вполне ожидаемый результат с учетом их стоимости. К чему я все это веду? Время от времени пользователи спрашивают, существует ли хорошая копия на Apple AirPods стоимостью до 20 долларов? Мой ответ – скорее нет, нежели да. Так как хорошая копия стоит соответствующих денег, в связи с чем, как один из возможных вариантов беспроводных ушей по соотношению цена-качество, рекомендую обратить внимание на подобные аналоги от сторонних производителей. К слову, наушники покупал на распродаже и обошлись мне они около 15 долларов. Друзья, надеюсь видео было полезным и ты оценишь мои старания лайком. Тебе не трудно, мне приятно. Также предлагаю обсудить наушники в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!